Здарова всем! Вы наверное уже успели поиграть в Call of Duty Mobile на бета-тесте. К сожалению я не успел, но зато сейчас она официально вышла как на Android, так и на ПК. Но если с Android все понятно, ее можно скачать с Play Market, а вот для ПК нужно будет уже скачивать официальный эмулятор. Ссылку на страницу, где можно скачать официальный эмулятор, я оставил в описании под видео. А также вы можете поддержать мой канал, скачав тот же эмулятор по второй ссылке. Итак, после того как вы скачаете EXI файл, вы должны его открыть и нажать на кнопку Install. Он начнет устанавливать, точнее скачивать и устанавливать сам эмулятор. После того как вы откроете эмулятор, там автоматически начнут скачиваться две игры, PUBG Mobile и Call of Duty. PUBG Mobile я сразу выключил, чтобы быстрее скачать Call of Duty. После того как вы скачали Call of Duty, вы нажимаете на кнопку Играть и наслаждаетесь игрой. Ну а сейчас мы начнем тестировать, как же игра пойдет на слабом ПК. Характеристики ПК вы видите сейчас на экране. И да, забегая наперед, я хочу сказать про то, что Windows постоянно жаловалась на то, что ей не хватало памяти. Хотя оперативка не была заполнена даже на 50%. Я решил эту проблему расширив файл подкачки, что говорит о том, что эмулятор плохо оптимизирован и не умеет правильно работать с оперативной памятью. А теперь перейдем к тесту. В обычной сетевой игре графику можно поставить на очень высокий или максимальный. У вас будет стабильно от 29 до 50 фпс. Как вы можете видеть сейчас на экране. Но вот записывать видео с экрана бандикамом уже не получится, так как игра начнет подвисать. Вот пример записи. А вот на средних настройках уже все хорошо. Как вы сейчас видите, фпс держится в районе 30-40 кадров в секунду. Да, иногда может падать до 21, но это случается очень редко. Ну и особо не мешает играть. А вот в королевской битве, как вы сейчас можете видеть, даже при средних настройках, без записи где-то от 30 до 45 фпс. Иногда бывает 60, когда заходишь в здание, например. Но максимальную графику я тестировать в королевской битве не стал, так как там фпс упадет примерно на 10 кадров в секунду. Но я записывал видео бандикамом королевской битвы, могу показать вам образец записи. Вроде как на видео лагов особо незаметно. А теперь давайте подведем итоги. Давайте поговорим о плюсах и минусах такой игры. Что же касается плюсов. Вы играете на компьютере, а большинство людей играют на смартфонов. Соответственно, вам играть удобнее, чем большинство игроков. Поэтому вы, скорее всего, будете играть лучше остальных. По крайней мере, в начале игры, ну на начальных уровнях. Там от 1 до 20. И также давайте поговорим о минусах игры на эмуляторе. Первый минус это разрешение экрана. Если у вас монитор большой, там 24 дюйма. Ну такой средний, как у меня, допустим, Full HD разрешением. То вы заметите то, что разрешение экрана у самого эмулятора 1280 на 720. То есть вот это 1280 на 720 растягивается на все разрешение вашего экрана. И неплохо так портит графику. Вот. Также плохая оптимизация. Как я говорил в начале видео, она не использует АЗУ, а использует файл подкачки. Но в целом игра мне понравилась. Большинство карт взяты из Call of Duty Modern Warfare 1. А это моя любимая Call of Duty, поэтому, не знаю, мне она понравилась. Режим Королевская битва тоже тут хорошо реализован. Качество графики хорошее, дальность прорисовки, как для телефонной игры, довольно-таки хорошая. Вот. На этом у меня все. Надеюсь, видео было интересным. Всем удачи, спасибо за просмотр. Всем пока.